15 сентября, день Маманта, мать-кормилица греческая. В этот день почитали память мученика Маманта и его родителей Руфины и Феодота. Родители его были людьми знатными, но во время гонения сторонников христианской веры их заключили в темницу, где оба умерли. Перед смертью Руфина родила ребенка, которого поручила Богу. Маманта вырастили христианином, дали хорошее образование, у него был талант красноречия. Он стал проповедником и многих обратил в веру. В народе Маманта называют овчарником, и все потому, что когда правитель узнал, что он противник языческой веры, его пытали, а потом попытались утопить в море. Но его спас ангел, принеся на пустынную гору. На ней он постился 40 дней и 40 ночей и сошел к нему с неба голос из жезл. Там построил он небольшую церковь и молился в ней. К святому Маманту собирались из пустыни звери, как овцы к пастырю. И словно существа разумные, слушали его и повиновались ему. Пищей ему служили молоко диких зверей, из коего он изготавливал сыр. Сыра было много, и он раздавал его бедным. Поэтому Маманта считают покровителем овец и коз. В этот день старались уделить всем домашним животным максимум внимания. Чистили хлев, меняли подстилки, конопатили щели, утепляли стены и крышу. Окуривали хозяйственные постройки ароматными травами. А чтобы защитить скотину от проделок нечистой силы, крестьяне раскладывали по углам сухой вереск. Эта трава считалась надежным оберегом от всякого зла. Кстати, сегодня нельзя выгонять утром скотину, иначе беду можно накликать. А скотина может заболеть и даже умереть. Да и сам день в народе считался несчастливым. На столы сегодня рекомендовали подавать блюда, приготовленные из козьего молока, творог, сыр и иные. Продолжались праздничные гуляния. Приметы. Если сегодня красный закат, скоро ударят первые морозы. Дождь идет сегодня к сухой осени. Много рассып при безветренной погоде к теплой и ясной осени. Если в хлев подвесить собственную ношенную обувь, то скот никто не сглазит. Нельзя в этот день начинать новые дела, делать покупки. Все это не к добру. Хорошая вещь. Геннадий Петрович, знаете, что я больше всего люблю, когда у меня дома ничего нет? У нас дома всегда есть лаваш. Вот этот тонкий армянский лаваш, вы знаете. А с чего он делается? Лаваш. Это же не хлеб, а там еще сыр добавляется. Нет, нет, это чисто тонкий хлеб, такой лаваш. Вот он тонкий, как газетная бумага. Причем он очень долго сохраняется. Я однажды уехал в Америку, купил много лаваша. И так получилось, что мы его не съели. И оставил его в холодильник и уехал в Америку на месяц. С лишним. Приезжаю, лаваш был такой свежий, такой вкусный. То есть он не портится, плесень не появляется. Если это настоящий тандыр, лаваш. И самое удивительное, дело в том, что когда делается тесто для лаваша, туда не добавляют дрожжей. А я знаю, да нет там дрожжей, поэтому он полезен. Поэтому он и полезен, и не портится. Потому что в хлебе, где есть дрожжи, особенно современные дрожжи, он буквально-таки 2-3 дня, и все, его надо выбрасывать. Он уже заплеснивел. Правильно. Я люблю, значит, что делать. Беру вот этот лаваш, разворачиваю этот газетный лист, такой лаваша. И добавляю туда вот эту зелень, такую нарезанную. Нормально я нарезал. Отлично, шикарно, да. Она сейчас нам... Значит, эту зелень и сыр. Желательно вот такой сулугуни сыр или брынза. Вот такой баранье сыр, очень хорошо. И все это сворачиваю в трубочку. Кстати, можно помидорчики туда добавить. И получается такая трубочка такая. Ну, можно, если есть микроволновка, подогреть. Все это потрясающе. Вкуснятина. Так, давайте я вот этот тоже сейчас... Да, действительно. И это национальное блюдо. Вот привыкли еще с библейских времен, делали хлеб. И причем вот как раз хлеб делали такой, чтобы он был без всяких добавок особых. И даже бывало, что не пекли, а подсыхал на солнце. И потом это тоже ели, он не портался. Вот моя бабуля тоже делала такой же хлеб. Она всегда вот пекла именно в тандуре. Очень вкусный такой хороший хлеб получался. И самое интересное, что он сохранялся надолго. Вот, то есть, наши дедушки и бабушки тогда в Армении, как правило, делали хлеб в 10 дней один раз. Пекли и 10 дней его ели, и он не портился, и был очень вкусный. И главное еще делали своими руками. Когда что-то делаешь своими руками, то всегда получается, что еще любовь кладешь. Доброту к своей жизни, к своей семье, к жене, к сыну, к мужу и так далее. И получается, что семья сплачивалась. Отлично. Я думаю, вот этого достаточно. Что мы делаем? Значит, мы опять, значит, у нас давайте еще перчик один нарежем. Перчик колечками нарезать? Да, да, да. Как его? Хорошо. Также колечками, да. Сейчас я. Все, зелень я уже нарезал. Все, это у нас в самом, зелень у нас пойдет в самом-самом конце. Сейчас я скажу, что мы делаем. Так, теперь к сыночек болгарский нарезаем. Да, я думаю, что на... Колечками. Так. Я просто физически ощущаю, как у вас беет слюна. Да, я уже жду. Не даже так все у нас. А я всегда получаю удовольствие, когда сам это готовишь. Для своих близких никого дома нету. И ты сам вот... А кто у вас из близких? Ну, семья. А семья кто? Это супруга, дети. Двое, да. Сколько? Двое? Да, двое, да. Девочки, мальчики? Мальчики нет. Я делал только мальчиков. Вот так. Так. И вот вы как раз... Ну, у нас, честно говоря, в доме, конечно, готовит твоя супруга. Но иногда, время от времени, я позволяю себе такую шалость самому этим заняться. Побаловаться. Побаловаться, да. Ну что ж, пришло время перчить и солить. Вот тут, Геннадий Петрович, я снимаю себя всю ответственность. Потому что этого я делать не умею. Я люблю все острое. И поэтому у меня, как правило, перченое я обожаю. Хорошо. И поэтому лучше всего это будет сделать непосредственно каждому готовое блюдо уже, когда будут подавать. Но можно немножечко сейчас. Давайте вот сейчас чуть-чуть так дадим. Да, просто... Вот так вот. Мои славянские братья не очень любят, когда пересолено и переперчено. Очень многие. А вот, например, мы армяне любят такое очень такое, чтобы было солено. И перчика. Так. Много не будем. Так чуть-чуть. Так. Это мы сделали. Теперь, Геннадий Петрович, я думаю, что пришло время, то, что мы говорили насчет водички. А вот это вот я зачем... Это, Геннадий Петрович, это в самом-самом финале. Сейчас мы немножечко можем положить сюда чуть-чуть вот так. Вот так как бы завершить. Но зелень нам нужна будет в самом финале, когда уже блюдо будет готово. Мы выключили плиту. И вот тогда мы посыпали... Я плиту уже отключаю. Да. В самом конце мы уже добавим туда еще и вот эту оставшуюся зелень. Действительно, я еще раз говорю, зелени надо не жалеть. Она даст определенный аромат. А для пищеварения она будет способствовать тому, что мясо все полностью усвоится и так же переварится. И все будет отлично. Не правда ли красивая картинка? Давайте покажем нашим зрителям. Целая кастрюль. Вот это мы с вами заделали. Так, ну что, Геннадий Петрович, давайте водички. Водички. Водичка у меня как раз вот холодника. Давайте посмотрим, да, сколько... Значит, нам надо быть очень осторожным. Вы наливайте, а я вот и смотреть, смотреть, смотреть. Значит, водичка должна не перекрывать наше мясо. Из глиняной посуды. Наливаем, наливаем. Все, все, все. Вот, надо. Вот, опа. И начинаем. Крышечку. Да, Геннадий Петрович, давайте прикроем крышечкой. Крышечкой. Значит, что нам сейчас надо делать, Геннадий Петрович? Надо подождать, если можно поставить самый-самый большой такой огонь, самую большую температуру. Самую большую я буду ставить. Почти довести это дело до кипения. Это первая стадия приготовления. Угу. Как только она немножечко начнет закипать, мы уже пеночку снимаем первую, убираем и ставим на медленный огонь. Не пусть она томится, вот так потихонечку. Сколько она должна томиться? Томиться, ну, где-то по вкусу мы сами, в зависимости от мяса. Если молодое мясо, то, естественно, это где-то, ну, часик с небольшим. Если чуть-чуть старше, если мясо мой ровесник, то где-то два часа. Мы с вами на эту тему как-то шутили. Говорят, если долго варить, можно сварить и диван. Поэтому, я думаю, что, ну, давайте так, часа полтора я точно. Хорошо. Пар идет. Идет пар. Так, сейчас я. Ау-ау-ау-ау-ау. Так, хорошо, мясо развалилось. Юшечку. Так, ааа. Отлично. Ага. Самая сок. Так. И вот так. Мы с вами приготовили блюдо от Карена Алан-Исяна. Называется оно Хашлама. Ура! Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok